Здравствуйте, это Брифинг, с вами Маша Мортон, мы в прямом эфире. Сегодня в США национальный день любителей книги. По этому поводу опрос. Напишите нам в комментариях, что вы сейчас читаете. Я, например, перечитываю повесть о том, как поссорился Иван Иванович Иван Никифорович Гоголя с огромным удовольствием. Буду ждать ваших комментариев. Ну а пока о сегодняшних новостях и событиях. Продолжение Раша Гейта. Адвокаты президента США отказались удовлетворить запрос спецпрокурора Мюллера о проведении интервью с Дональдом Трампом. Их категорически не устроило, что следователи предполагали задавать Трампу вопросы на тему препятствия неправосудию. Адвокаты Дональда Трампа отвергли предложение спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в американские выборы 2016 года. Они заявили, что президент не намерен отвечать на вопросы, затрагивающие тему препятствия правосудию. Если вы проанализируете факты и обстоятельства, то убедитесь, что не существует конституционных требований, обязывающих президента отвечать на подобные вопросы. Согласно некоторым СМИ, адвокаты Трампа выступили с контрпредложением. Спецпрокурору предложили задать подходящие вопросы в письменном виде, но опять-таки не касающиеся темы препятствия неправосудию. Почему они хотят, чтобы он ответил на вопросы под присягой? Они что, думают, что мы идиоты? Они хотят поймать его на даче ложных показаний. И мы не позволим им делать это. Сам Трамп неоднократно заявлял, что готов ответить на вопросы с исследователей под присягой. Да, сто процентов. Существует вероятность, что спецпрокурор Мюллер может вызвать Трампа повесткой. Однако адвокаты Трампа готовы бороться с этим, если необходимо, дойти до Верховного суда. Теоретически, Трамп вообще может отказаться давать показания, воспользовавшись правом, закрепленным пятой поправкой Конституции США, который гласит, ни одно лицо не должно принуждаться свидетельствовать против себя в рамках какого-либо уголовного дела. Однако политические последствия этого решения могут быть катастрофическими, поскольку будет сочтено, что президенту есть что скрывать. Более безопасный путь – воспользоваться законодательно закрепленной привилегией, отказавшись предоставлять какую-либо информацию, как имеющую статус государственной тайны. Однако эта тактика может не сработать. В последний раз схожая коллизия возникла с президентом Биллом Клинтоном во время скандала с Моникой Левински. Клинтон сперва несколько раз встречался с группой спецпрокурора Кена Старра. Однако, когда следствие получило большой объем доказательств в отношении допущенных Клинтоном нарушений, Старра вызвал президента в суд присяжных, где тот должен был дать показания под присягой. Адвокаты Клинтона безуспешно пытались оспорить это решение в суде. В конце концов, Клинтон ответил на вопросы. Процесс был ограничен четырьмя часами. Обмен вопросами и ответами проводился по телетрансляции, поскольку физически Билл Клинтон не покидал Белого дома. Эта процедура позволила улечить президента США в даче ложных показаний под присягой. Вот Сергей Комунар написал «Счастье – это свобода». Мне интересно, это название книги, я не знаю такой книги. Напоминаю, что в начале программы я попросила вас написать в комментах, что вы сейчас читаете. И пару ответов мы зачитаем здесь. Сегодня утром я задала тот же вопрос моим коллегам. Послушайте, что сказали сотрудники «Голоса Америки». Это вот я читаю «Наука самоосознания». Древняя индийская философия, изложенная, так скажем, в доступной форме. А дома я читаю книгу, которая рассказывает о жизни афганских беженцев. Детские книжки. Когда ребенка спать укладываю, изучаем этот вопрос. Если бывает минутка свободная, могу почитать «Форрэн Эфэйр» журнал, журнал «Тайм». Собственно, могу пересчитывать классику, например, Булгакова. Если еще раз. Доходят руки, но в основном это детские книжечки. Я удивлен, что он, конечно, доходит руки. У него до Булгакова. Но вообще вы вовремя подошли, потому что мы сидим здесь отцы на двоих, пятерых дочерей. И поэтому, конечно же, мы занимаемся детьми. И действительно, детские книжки – это самое главное. И то, что, наверное, за последнее время удалось прочитать, перечитать, можно сказать, уже. Я люблю историческую литературу, тем более, что на работе приходится иметь дело с новостями. Поэтому дома хочется это оттенить тем, что вообще на самом деле ничто не новое, и все это было. У меня сейчас на столе на одном лежит «Жизнь 12-ти цезарей», на другом «Иудейская война» Иосифа Флавия. А еще мне коллега подсунула замечательное жизнеописание Петра Первого, американского историка Месси. Только что закончил читать Владимира Сорокина «Лед», вот только вчера закрыл книжку. Ну и как? Очень интересно, очень здорово, очень много новых слов узнал интересных. Яночка, что ты сейчас читаешь? Я читаю подстрочник мемуары Лильяны Лунгиной. Я читаю книгу о Маньчжурах. Вот, с картинками. У меня всякие вот картинки. А почему? Потому что о Маньчжурах я ничего практически не знаю, кроме того, что они создали последнюю митинастью в Китае, и, можно сказать, у них был знаменитый полководец Нур-Хацип. Ну вот, Магирам Алиев пишет, что читает Джека Лондона, а еще нам написали, что читают нас, «Голос Америки». Огромное спасибо. Кто-то худеет легко и быстро, а кому-то приходится избавляться от лишних килограммов с большим трудом. Я думаю, нам всем знакомо. По словам ученых, во всем виноваты бактерии в нашем кишечнике. Исследование, проведенное учеными из Майо Клиник в Миннесоте, показало, что в кишечнике у тех, кто смог успешно сбросить вес, изобилует бактерии под названием Fasco larctobacterium. А у тех, кто, наоборот, испытывает трудности в борьбе с лишним весом, наблюдается большое количество бактерий рода Dialister. Бактерии в кишечнике расщепляют остатки непереваренной в желудке пищи и в результате создают дополнительные калории для нашего тела. За участниками исследования наблюдали в течение трех месяцев. Их посадили на низкокалорийную диету и попросили проходить как минимум 10 тысяч шагов в день. Ученые обнаружили, что бактериальный состав кишечника людей, потерявших более 5% от общей массы тела, отличался от бактериального состава кишечника тех, кто не смог достичь таких показателей. Компания Ford отмечает знаменательное событие. С конвейера сошел 10-миллионный Ford Mustang. Ford Mustang – культовый спортивный автомобиль, который выпускает корпорация Ford. На днях с конвейера сошел 10-миллионный по счету Mustang. Именно столько машин этой модели было выпущено компанией с 1964 года. Юбилейный Mustang окрашен в тот же цвет, что и самый первый. Оттенок называется «Уимблдонский белый». В честь знаменательной даты к заводу Ford в городе Флет-Рок, штат Мичиган, съехались более 60 владельцев винтажных мустангов. Интересный факт. Машину назвали Mustang не в честь дикой лошади, а в честь американского истребителя, блестяще проявившего себя во время Второй мировой войны. Многие молодые люди в день свадьбы устраивают фотосессию на пляже под шум прибоя. Однако иногда все идет не совсем по плану. Например, может приплыть акула. Или рядом с вами кто-то может начать тонуть. Солнце, море, шум, волн. Пляж города Оранж-Бич, штате Алабама, славится своим белым песком. Жители Оранж-Бич Синди и Зак решили устроить фотосессию воды в день своей свадьбы. Вдруг случилось неожиданное. К нам подбежала женщина и говорит, посмотрите, там человек в воде, он не может выбраться, может быть он тонет, посмотрите. Зак в прошлом спасатель береговой охраны. Он знает, что делать, когда кому-то нужна помощь. И действовал быстро, хотя ситуация застала его врасплох. Правда, он был в костюме, начинает снимать рубашку, снимать брюки. Я ему говорю, не надо, забудь про костюм, на это нет времени. Она мне сказала, беги, беги прямо в этих брюках. Ну, я и побежал, попробую, не послушайся. Национальная метеорологическая служба США регулярно делает предупреждения о неблагоприятных для плавания условиях. Такое предупреждение было в силе и в тот день, однако не все восприняли его всерьез. Это страшно, да? Страшно даже представить себе, каково это потерять любимого человека. У нас в Оранж-Бич такое случается, к сожалению. Это напоминание нам всем о том, что надо быть осторожным. Зак и тонущие мужчины не сразу выбрались из воды. Им тоже пришли на помощь. Мы с ним выползли, я встаю на ноги. Люди бегут, бегут к нам. И Синди бежит ко мне в белом платье. А я ей кричу, Синди, не подходи, у меня кровь из носа идет, ты испачкаешься. Он мой герой, мой муж. Мужчина, которого спас Зак, оделся легким испугом, благодаря тому, что пара оказалась рядом. Вот будет, что рассказать нашим детям и внукам. Это был самый счастливый день в моей жизни, правда. Прекрасная свадьба. Клифф Вильямс пишет, Никонов А.П. венец творения. А Владислав Хайнс сейчас читает Свифта. Напоминаю, мы спрашивали вас в начале передачи, что вы сейчас читаете. Ну, на этом все. До встречи на следующем брифинге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова